Записывается в своем экране. Общение с командой, со спонсорами, потому что чем больше вы будете задавать вопросов команде, либо спонсоров, тем быстрее вы научитесь этому бизнесу. И также обучающий сайт. Теперь я вам расскажу, работа с возражениями. Это именно с клиентами, либо когда мы собеседуем, да, какие бывают. Существует алгоритм работы с возражениями. Первое. Нужно выслушать возражения. Второе. Прояснить свое понимание возражения. Присоединиться к возражению. Проверить, истинное ли, единственное ли это возражение у человека. То есть, ну, один ли у него такой был вопрос, либо их несколько. Ответить на все возражения. Что клиент... Ну, скажу честно, это я скачала с интернета, потому что я быстренько готовила. Подтвердить, что вы правильно дали информацию человеку о возражении. То есть, главное, правильно преподносить информацию. Вы должны быть сами готовы много читать, много изучать об этом бизнесе, чтобы когда человек задавал вам в лоб вопрос, вы знали, как на него ответить. Так, дальше. Что такое возражение? Возражение – это хороший знак. Гораздо лучше, чем молчание. Возражение – это признак недостатка информации у слушателя. Возражение – это замаскированный вопрос. Задача консультанта – ответить на вопросы, проинформировать собеседника. То есть, возражение, на самом деле, это не такое уж страшное. Главное – знать вопросы, какие будут вам задавать, ну, приблизительно, да, предугадать. И знать, какой бы вы дали ответ. И шестое, вот я вам сейчас один пример, да, вот возражение преподнесу. Это первый метод работать с возражением. Согласитесь. Возражение – это вот часто вот такое вот я слышу. Уже с листом поздно начинать. Вся прибыль у тех, кто пришел раньше. Вот скажите, случаются ли у вас такие возражения каждый день в жизни, когда вы работаете, собеседуете людей? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Слышали ли вы такое возражение? Да, это вот реально популярное возражение. Не знаю, как у вас, но у меня это да. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, согласиться. Я вас прекрасно понимаю. Второе – присоединитесь. Когда мне рассказывали об этом бизнесе, я подумала точно так же. Расскажите о своем обыте. Тем не менее, я решила начать, ведь этот бизнес без риска. И поняла, что не важно, когда ты начал, важно, что и как ты делаешь. Отвечая на возражение, помните о трех правилах. Позитивное настроение, не спорьте, не спорить и присоединяться к собеседнику. На этом у меня все. Какие у вас вопросы, задавайте. Могу вам ответить. Спасибо. Ну, в общем, тогда передаю слово Яночке Минося. Всего хорошего. Спасибо, что пришли, послушали. Давайте каждое утро, теперь в 9 утра, будем собираться на таких планировочках. Всего хорошего. Всем доброе утро. Как меня слышно, как видно по 10-ти бальной шкале, поставьте, пожалуйста, в чат. У нас сегодня более 40, отлично, такие ранние пташечки проснулись. Для многих, я думаю, что это был подвиг сегодня, так рано встать, для того, чтобы посетить сегодняшний наш вебинар утренний. Кто эти герои, поставьте плюсики. А сегодняшняя моя тема – это как воспользоваться одним из 8 видов заработка, а именно работой с каталогом, да, и зарабатывать каждые 3 недели от 15 тысяч рублей. Ну, для многих это будет интересно, те, кто не хотят совмещать с основной работой, а хотят уже полностью прийти в Арифлейм и уже с первых дней зарабатывать деньги. Кому эта тема интересна, поставьте, пожалуйста, знаки восклицания. Прекрасно, отлично. Однажды у меня, да, вот женщина спросила, как в Арифлейм можно заработать 15 тысяч за 3 недели, да, работая с каталогом. Ну, я села, написала такой расчет. Женщина не стала ничего делать в итоге, а я решила отработать свой расчет, и у меня получилось. Скажу так, что я делала. Я ежекаталожно, да, беру набор каталогов, 25 штук, даже порой больше, потому что делюсь также со своими партнерами, да, кому-то дарю, кому-то передаю и так далее. В общем, каталоги всегда нужны. Каталоги – это наши магазины. И стоимость аренды наших магазинов, да, составляет, если это 25 штук, то есть 700 рублей каждые 3 недели. Вот, рекомендую также, если есть такая возможность в вашем регионе, открыть возможность отсрочки платежа на 14 дней. То есть размещать заказ ваших клиентов, забирать заказ неоплаченный, и раздавая заказы, собирая деньги в течение до 14 дней, можно полностью заказ оплатить. В таком случае компания нам начисляет всего лишь 2% на весь заказ. К примеру, заказ на 1000 рублей. С такого заказа мы оплачиваем всего лишь 20 рублей за пользование этой отсрочкой. Чем это удобно? Для того, чтобы, не вкладывая свои деньги, воспользоваться, скажем так, заказом, раздать его, да, и собрать уже деньги у клиентов. А также, чем это интересно и полезно, многие, допустим, говорят, вот я хочу заказать серию на вейдж, да, но смогу оплатить ее, допустим, там, в конце месяца, к примеру. Я смотрю, да, удобно, да, то есть я делаю заказ, как раз-таки через неделю я могу женщине этот набор принести. Я уже планирую, планирую такие моменты, да, договариваясь с клиентом. Ежедневно больше не рекомендую, то есть максимум 2 часа в день этому делаю для того, чтобы также успевать рекрутировать, работать с командой, 2 часа в день уделять в работе с клиентами. То есть раздавать каталоги. Делать это нужно очень быстро, не задумываясь. Если вы живете, да, вот в таком институте, где есть очень много у вас магазинчиков, каких-то организаций, да, даже просто пройтись, познакомиться с соседями, если вы живете в многоэтажном доме, очень легко. С собой взять блокнот, да, расчертить там необходимо таблицу, для того, чтобы вписывать в один столбик имена ваших клиентов. Второй столбик, я пишу буковку «К», если оставляю каталог, и этого достаточно. Вот, также рекомендуется, да, можно телефон вот человека попросить, если вместо работы записать, где он работает, и договориться уже на завтра забрать каталог. Надолго не оставляем, максимум на один день, ну, на два дня, если, допустим, у него там какая-то пересменка. Вот. Забирая каталог, да, я предлагаю сделать заказ, то, что ему необходимо. На этом остановлюсь, как более подробно я это делаю. Допустим, заношу каталог в какой-то, допустим, магазин, у меня сидит приятная девушка, я здоровы, здравствуйте, и говорю, я вам оставлю каталог на один день, найдите время, посмотрите его, если что-то вас заинтересует, помогу вам заказать. Вот. Спрашиваю сразу же, когда вот человека, а работает ли она завтра, вот, и уже записываю себе блокнот. То есть не даю даже повода человеку как-то там среагировать. Далее, да, даю качественную рекомендацию. Если пока нет такого опыта, как, допустим, мы начинали, да, еще там, будучи студентами, у меня муж показывал каталог, я еще пока не была так подкована, он звонил мне, он говорит, девушки, сейчас я узнаю нашего косметолога по поводу этой туши, подходит, как бы осыпается она или нет, или помада скатывается или нет, и сейчас вам даю рекомендацию. Сын звонит мне, и у меня, получается, спрашивал, задал мне вопросы, поэтому вы можете пользоваться. Также звонить мне, звонить Але, да, тем, кто у нас уже активно пользуется давно продукцией, знает все тонкости, можно с ними консультироваться. Вот, далее, что мы с вами делаем? Пробники, набор пробников, это просто супер, скажем так, вложение, очень выгодное, потому что если покупать отдельно каждый пробник, выходит более полторы-две тысячи рублей, если собрать комплект. Для новичка эта стоимость всего лишь 549 рублей в течение 21 дня. Если вы в премьер-клубе, да, 150 баллов делаете, для вас также стоимость 549 рублей, для остальных консультантов 649 рублей. Там набор ароматов, набор губных помад, тональная основа есть, крем, ну, в общем, красивая такая косметичка, очень удобная для работы, очень приятная, да, когда открываешь только косметичку, ну, все реагируют, сколько всего богатства, все блестит. Вот, по поводу пробника, по поводу кремов, да, если кто-то сомневается, подходит, не подходит, вот куплю дорогой баночек, а вдруг не подойдет, я рекомендую, давайте с вами закажем пробник, вы попробуете, если вам понравится, я помогу вам заказать. То же самое с помадой. Если это, допустим, хочет индивидуально, там, подобрать, накрасить, походить с помадой, почувствовать, как она ему подходит, не подходит, тогда в таком случае я, пускай я потрачу какое-то время, но я заказываю человеку несколько пробников, и он для себя уже делает уже стопроцентный выбор, да, и уже в дальнейшем он поклонник этой серии, там, каждые, там, 2-3 каталога, он делает заказ на эту помаду, либо на тушь, то есть таким образом формируем базу постоянных клиентов. Вот сейчас делать легко товарооборот для меня, почему? Потому что люди уже почувствовали, попробовали, нашли свои любимые продукты, и они уже звонят сами и просят, закажи мне, закажи подружке и так далее. Вот, далее идем, да, отдавать заказ только оплаченный, очень рекомендую, потому что были случаи, да, подобрать я душевно, кто-то отдавал заказ, причем, да, он был с отсрочкой платежа, а не ваш, скажем так, да, даже вы деньги еще не вложили свои, получается, да, и на вас уже этот долг, получается, может висеть, этот человек недобросовестно вам заказ не отдал, а деньги за заказ не отдал, поэтому только оплаченный заказ в назначенное время вы приходите, если он не может сейчас оплатить, приходите через пару, там, дней, неделю, полторы недели, но приносите заказ и отдаете взамен на деньги. Также будьте доброжелательны, да, люди разные, у всех настроение может быть разное, но оно не должно распространяться на ваше бодрое, радостное настроение, поэтому не принимайте на себя чужие какие-то неурядицы, скажем так. Идем с вами дальше, поставьте плюсики. И давайте подсчитаем доход, самое приятное. Вот раздаваю ежедневно каталоги, эти 25 каталогов, ну, вот цель такую я поставила, да, 900 баллов личных товарооборотов. В среднем получается, если, допустим, у вас средний заказ клиентский 200 рублей, то клиентов необходимо где-то, давайте быстренько сами посчитаем, да, вот 900 баллов, 44 тысячи разделить на 200 рублей. Сколько необходимо, чтобы было активных клиентов? разделить на 210, ну, 200 клиентов, скажем так, да, более 200. У меня уже средний заказ в районе, ну, 500 тысяч рублей, да, поэтому и меньше клиентов требуется. Как будет у вас, ну, это будет ваша статистика, просто ее отработайте, вы ее увидите. В дальнейшем, конечно же, этот средний заказ повысится, да, вот полторы тысячи уалы, да, ну, люди с удовольствием. Те, которые просто больше берут на большую сумму, да, конечно же, есть смысл им зарегистрироваться, брать для себя дешевле, у них будет выгода, да, этой покупки. Те, которые берут там ежекаталожные рублей на 500, ну, они не имеют, скажем так, интереса ходить за заказом, забирать и оплачивать, если они хотят строить организацию, строить бизнес. Поэтому, в принципе, средний заказ этих клиентов около 500 тысяч рублей. Вот, считаем доход. То есть моментальный доход, с такого товарооборота вы сразу же забираете 8820 рублей. 10% начисляется, наконец, с каталога в размере 4500 рублей. И так как вы выходите на уровень 9%, 9%, если вы, допустим, пока без организации, а если с организацией еще плюс, да, добавляете денежек в эту графу, ну, вот на 9% это выходит 2700 рублей. Итого получается 16000, да, за 3 недели работы по 2-3 часа в день. Кому интересно, да, вот такой доход дополнительно, да, как я уже сказала, один из 8 видов заработка, можно, да, нашим новеньким партнерам, да, нашим мамам в декрете порекомендовать. Да, главное это делать легко, весело, играючи, просто прогуливаясь с ребенком гулять, гуляя по городу по своему ценному пункту. Давайте же теперь пересмем к нашим возражениям. У кого уже есть какие-то возражения, напишите, пожалуйста, в чат, я на них отвечу, а я расскажу, какие у меня бывают возражения, как я с ними работаю. Вот смотрите, я захожу, как я вам сказала, уже оставляю в каталог, то есть, если он говорит, дорого, дешево, другой продукции пользуюсь, ну, вообще масса-масса всего, нет времени. Я ему отвечаю вообще элементарно, универсально для всех, работает 100%, я говорю, вас ни к чему не обязывает, я вам оставлю, будет время, посмотрите, да, и завтра я зайду в бюро. Спрашиваю имя, то есть, ну, доброжелательно к человеку отношусь, может, где-то, да, вот, срабатывает это отношение на человека. Все, у него какой-то вот период времени проходит, может быть, ему просто нужно, ну, не в нужный момент я подошла, мало ли, всякое бывает. Но в 50 случаях, я когда возвращаюсь к таким людям, они уже доброжелательно ко мне относятся, и что-то они для себя уже находят. Это раз. А те, которые говорят, посмотрела, ничего для себя не нашла, ну, не нашла, не нашла, как бы я время не трачу, знаю, у меня время дорого стоит, поэтому я иду дальше. Есть такие, которые, я спрашиваю, допустим, она мне дает каталог, я говорю, а что-то вас там заинтересовало, может, понравилось что-то, да, вот, она говорит, я не хочу, я не буду ничего заказывать, возвращает каталог, тут же я задаю вопрос, что что-нибудь вам понравилось, заинтересовало? Она начинает, а, да, ну, вот это понравилось, это понравилось, ну, вот, зарплата, вот, поскольку, какие-то числа, я бы заказала, ну, вот, как у вас там все это происходит, расскажите, покажите, То есть завязывается диалог. Я уже объясняю, что вот я делаю заказ, я получу его, допустим, послезавтра, но для вас могу принести в назначенное время. Вас устроит? Она говорит, ой, да, устроит. Все, отработали возражения. А что может быть еще? Так, читаю ваше. Не пользуюсь Арифлейм. Задаю вопрос сразу, а что пробовали, да? В 100% случаях что-то брала, просто не подошло, помаду какую-то, либо крем не подошел. И она вот поставила крест. Ну, бывает из вредности, да, вот сразу чувствую такой человек, ну, даже не стоит с ним как бы связываться, если он прям так уж негативно настроен. Если я начинаю с ним разговаривать и говорю, о, а вы это пробовали, а вот еще есть другая серия, давайте я вам пробники закажу, попробуйте. Вот пробнички, он там рублей 20-30 стоит, а вы уже будете знать, что из другой серии она и качество другого, да, там, и больше витаминчиков, и цвет по насыщению. А вам, оказывается, нужна была матовая, а вы брали глянцевую, да? Ну, в общем, в диалоге выясняю, что ему не подошло в Арифлейм, да, если он не пользуется Арифлейм. Ну, то же самое в Арифлейм, я спрошу, а Арифлейм пробовали? Ну, если пробовали, то что? Я опять же завязываю разговор. У меня аллергия на Арифлейм. А что-то пробовали, да, вот, наверное, молоко и мед пробовали там, или что-то еще. А вообще на мед у вас аллергия? Да, аллергия. И так, значит, вам и в Арифлейм не подойдет медовая серия, потому что там же натуральные компоненты. Давайте что-нибудь из другой серии выберем. Фаберлик все продают. Ну, это наши недоработки, Айна, раз Фаберлик все продают. Нужно Арифлейм. Арифлейм вам больше мелькать. Я не пользуюсь дешевой косметикой. Хороший, кстати, вопрос, Лен. Тут же я говорю, да, что, кстати, косметика Арифлейм очень высокого качества, но по доступным ценам. Вы знаете почему? Вот если бы вы покупали такой аромат, я показываю эссенза, вот он сейчас в каталоге 2000, вы бы в магазине за него 10 тысяч отдали. Знаете, почему у нас такая цена, Лен? Минуем посредников, да, они в магазинах, нет наценки 1000%, напрямую от производителя получаем. Брызгаю на нее эти эссензы, пускай ходит, пахнет весь день, нюхает, да, потом закажет мне, потому что она очень стойкая, очень приятная, очень дорогой, благородный аромат. Так, что у нас там еще? Да-да, уже многие переманили из Эвена в Арифлейм, один аргумент у нас натуральная косметика. Да, не поняла, как заказываются срочек, это что, вопрос не поняла. Вот, Лена уже подсказывает, да, уже какие-то акценты делает, все правильно, потому что каталог также нужно изучить, там очень много супер предложений, минус 60, минус 70%. Сразу делаю акцент, да, вот тушь стоит 600 рублей, сейчас ты можешь взять за 200, сколько берешь, 2 или 3. Она запечатанная, поэтому ее можно хранить 2 года, к примеру. Вот, так, 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 умеете к себе расположить, раньше не умела, раньше очень боялась, стеснялась. Вот, в глаза. Какие еще вопросы есть? Ребят, передаю слово следующему спикеру, обещали, да, уложиться в полчаса. И мне вчера понравилась после вчерашнего вебинара одна фишечка. Что для себя после моего выступления вы будете использовать? Напишите, пожалуйста, что вам понравилось. Дайте, пожалуйста, обратную связь быстренько и передаю слово Сергею. Ладно, пока вы пишите, все, я передаю слово Сергею. Всем чудесного бодрого дня и до новых встреч. Пока-пока. Доброе утро, как меня видно, слышно? Ну, отлично. Спасибо большое Алле и Яне. Один вопрос, кто придумал так рано в 9 утра эти вебинары? Найти бы этого человека. Яна, я вспомнил еще одну фишку. Вчера после нашего вебинара зашел на вебинар к нашим друзьям. Выступали новые бриллиантовые директора из Чебоксар. И ребята сказали, они создали группу, ну это может быть WhatsApp, Viber, группа «Семья». То есть действительно туда включили ближайших родственников, да, ну там какие-то бабушки, дедушки, тети, дяди, родители. И в группу «Семья» они регулярно выкладывают какие-то продукты, любимые Reflame. Ну как мы делаем вот эти УТП, да, фотографии у себя в ванной, может быть видеоролик коротенький. И даже, говорит, было такое, когда нужны были баллы, они прям обратились с просьбой. Сделали какой-то набор из каталога на 1000 рублей, его продемонстрировали и обратились к родственникам. Там, дорогие родственники, нам нужна помощь, у нас есть 10 наборов по 1000 рублей, которые нам надо реализовать. И, говорит, люди, вот прям ближайшие родственники с удовольствием откликнулись. Были такие, кто по два набора купил, ну были продукты первой необходимости. Мне понравилась фишка, думаю, вам тоже она пригодится. Я чуть выше писал, что на самом деле все великие люди, имел в виду, знаете, как великих в плане бизнеса, финансовых достижений, они все научились и умеют прекрасно продавать. Даже если на сегодняшний день они ведут бизнес и не связаны с продажами напрямую, они все умеют продавать. Умеете ли это делать вы? Ну вот скажите, женщина, которая хочет выйти замуж за какого-то мужчину, разве не продажей она занимается? Она показывает свое лучшее качество, да? Она старается показать себя с лучшей стороны. Мужчина, который идет устраиваться на работу и жаждет именно этой должности, разве не продает он себя, свои умения, свои навыки, да? В конце концов, каждый из нас по большому счету вообще, извините, личность продажная, да? Мы себя всю жизнь продаем в тех или иных ситуациях, правда? То есть получается, что навык продаж у нас есть. Главное понять, что это такое. За 70 лет коммунистического строя, ну, продажи были немножко исковерканы, да? И часто ассоциируются, знаете, с такой наглой, всемогущей теткой за прилавком какого-то продуктового магазина, да? Вот это продажи. Или на рынке, там, я не знаю, в грязи, в мороз, да? Кто-то продает трико Адидас. Но на сегодняшний день что такое продажа? Продажа – это, знаете, как возможность помочь человеку решить его проблемы. То есть важно задавать вопросы, важно уметь слушать людей, как это делает Яна Миносян. Причем, смотрите, мы можем продавать продукты в Арифлейм, а можем продавать идею бизнеса в Арифлейм, правда? И вот если мы понимаем мотив человека, зачем ему наш бизнес или зачем ему продукт, тогда очень легко разговаривать с людьми, очень легко приглашать людей, ну, и, скажем, достроить команду, либо делать личный товарооборот. Кто меня понял, поставьте плюс. Время мало, поэтому сосредоточьтесь. Мне сегодня досталась тема путешествия. Почему она досталась мне? Потому что в Арифлейм мы самые путешествующие многодетные бриллиантовые директора. У нас с Галиной стоит план каждый месяц хотя бы одно курортное место посетить с семьей. Ну и мы этому плану следуем. За этот год уже три горнолыжных курорта посетили, за этот год посетили уже три разных морских курорта. И чего и вам желаем, да? Это не все, потому что я еще не считаю, знаете, бывают же какие-то выезды, ну, семинары, да? Вот то мы в Анапе, то в Горячий Ключ выезжаем. Скажите честно, кто из вас любит отдыхать, путешествовать, наслаждаться жизнью, тратить деньги? Вот так, лежа на шезлонге у бассейна. Ну, слава богу. В общем, вот они все. Все лентяи собрались в 9.40, да, на вебинаре. Ну, отлично. Ага, 40 человек. Только отдых им подавай. Так, теперь поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки. Кто любит много работать? Признавайтесь. Вот я на самом деле люблю много работать в Reflame. Однажды услышал определение, что такое работать в Reflame. Это проводить встречи с новичками. Все остальное, это, конечно, может быть нужно, но, знаете, целый день сидеть, пить чай в СПО, да, там, разговаривать о мужьях, детях, играть в психолога или проводить планерки. Это все сопутствующее. Вот однажды Ольга Рубан летела в самолете, она только закрыла бриллиантового директора на бриллиантовую конференцию. Рядом сидела женщина, она из Казахстана, новый бриллиантовый директор. И в разговоре та женщина говорит, ой, у меня система работы с новичками, у меня система такая, у меня система такая, у меня система лидеров, а директоров я вот так собираю, а менеджеров вот так, а этих вот так, а у этих школа, а у этих кто-то, а какая у вас система работы? А Оля так говорит, я аж удивилась и говорю, вы знаете, а я кроме встреч с новичками ничего-то и не умею больше делать. Вот задумайтесь, вся система работы держится на встреч, встреч, встреч с новичками. Остальное можно добавлять для повышения качества работы. Кто понял, поставьте плюс. Если у вас по расписанию на день вперед, на несколько дней, на неделю, на каталог расписаны встречи с новичками, то вы обречены на успех. Знаете, когда Тамилу спросили, Тамила, а если не знаешь, что делать? Она ответила, если не знаешь, что делать, то делай хоть что-нибудь. Я тогда не понял логику, через время узнал продолжение. Если не знаешь, что делать, то делай хоть что-нибудь. Тогда ты будешь видеть, делая хоть что-нибудь, какие действия не дают результата, а какие приводят. Вот вчера выступал новый бриллиантовый директор Сергей Васильев. Он сказал так, что первые 60 встреч я провел сам, без спонсора, и эти все 60 теплые контакты, они мне все отказали. Но это не было 60 неудач, это было 60 тренировок. Я 60 раз оттачивал мастерство проведения презентации. Сегодня намного больше, говорит, у меня согласен, чем тогда. Идея понятна? Что отличает всех успешных людей, спортсменов, знаете? Это люди, которые никогда не сдаются. Вот очень простой секрет. Просто делай каждый день и никогда не сдавайся. Ну что, давайте про путешествия еще раз пробежимся, да? Хочу, чтобы вы много, качественно отдыхали с семьей. Для этого вам придется много и качественно поработать. Однажды на семинаре мы сказали такую встречу, что мы не зовем людей мало работать, мы зовем их много зарабатывать. Мы не зовем людей работать больше, мы зовем их работать качественнее. Записали? Ну, все мы знаем. Ближайшая конференция менеджеров в Сочи, ну а вот следом через год в Болгарии. Кто намерен поехать в Болгарию? Поставьте плюс. Знаете, ответ неполноценный. Давайте так. Кто намерен поехать вместе с командой в Болгарию? Поставьте восклицательные знаки. Давайте еще раз вспомним. Простая табличка, простые условия. И если человек каждый день проводит встречи с новичками, он обречен быть успешным, обречен поехать на эту шикарную конференцию. Компания гарантирует нам, что оплатит перелеты, но всегда мы вылетаем из Москвы. И вы знаете, если мы с вами хорошо поработаем, то возможно вылет будет из Краснодара. Если очень хорошо поработаем, то я знаю даже, что в позапрошлом году, когда это было, забыл, в Египет летали лидеры Дагестана, даже из Махачкалы делали вывод. Все будет зависеть от того, насколько вы хорошо и качественно отработаете эту акцию. Сколько ваших людей квалифицируется? Десять человек или сто человек из вашей команды? Я понятно объяснил? Но пока ориентируем людей, что вылет будет из Москвы, оплатят перелеты, там проживание, питание, будет семинар. Вот ради этой конференции семинара в принципе только стоит уже туда поехать. Вот кто уже был, напишите свой отзыв, да? Я знаю, Зульфья Магомедова была в Египте. Вот как там семинар прошел? И конечно, это всегда красивая вечеринка, подарки. В общем, несколько дней счастья. Но ориентируйте на три дня, а там зависит от прилетов-перелетов. То есть три-четыре дня компания планирует. Хотя пока еще нету даже места. То есть они будут смотреть, сколько людей включились в квалификации, да? Примерно понимая, сколько пройдет, и уже будут выбирать отели. Так, если на этом этапе понятно, ставьте плюс. Самое главное, я вот представляю, как новый менеджер приезжает туда, делает красивые фотографии. Он только начал, он только несколько месяцев в компании. Но может быть даже он с нами уже год, два, три, в любом случае. Он выкладывает фоточки свои в социальные сети. Представьте, как реагирует его окружение. Это реально такое чувство победы будет, да? Когда он докажет всем, кто сомневался, всем, кто в него не верил, кто говорил, ты не сможешь, у тебя не получится, уже под... Вообще, представляете, кайф какой, да? Назло всем, вопреки всему. Ну, для директоров тоже понятно, да? Быстренько построить пять менеджерских веток. Когда перед нами компания ставит такие задачи, мы с Галиной берем ручку, листик и начинаем рисовать. Начинаем рисовать. Это откуда-то взялось, я не знаю откуда. Может быть, спонсоры научили, может нет. Но потом, когда я смотрел кино «Легенда 17», когда я был на тренинге Татьяны Анатольевны Тарасовой, она говорила, что ее папа, тренер сборной СССР тогда, он этим занимался очень много. Он рисовал, он переставлял фигуры, как будто это хоккеисты, шахматные. То есть, он все время менял комбинации. Вы знаете, в чем смысл? Но, возможно, так, что сегодня мы начнем квалификацию с одними людьми. Потом кто-то сдался, отсеялся, вам надо его заменить новичком, да, лидером. Понимаете, вот... У меня часто на холодильнике висят эти рисунки, схемы. Я их каждый каталог корректирую, перерисовываю. А иногда все остается так же, как было запланировано. Кто из вас летал на самолете, поставьте плюсы. Вы знаете, а самолет взлетает, у него есть траектория полета. Но более 80, а говорят даже более 90% времени, он летит не по заданной траектории. То есть, все время корректировка. То стая птиц, то грозовые облака, то там другой борт идет в этом эшелоне. Да, понятна мысль? Но есть пункт вылета, это у вас сегодняшний день. Есть пункт назначения, да, это конференция в Болгарии. И у вас есть план. А каждый каталог, каждую неделю на планерке вы будете отслеживать по инфлисту, корректировать. Ну, реально ли это сделать, вы знаете. Если 800 человек из России было в Египте, то уже через месяц в Сочи поедет более 2000 человек. Если только за год в 2,5 раза больше людей выполнили условия, то как думаете, в Болгарию сколько поедете отдыхать и учиться? Вот задумайтесь, да, вообще. То есть, у вас есть 100% шанс. Но все может быть, как в том анекдоте. Сидят две подружки, общаются, одна говорит. Ой, ты знаешь, я так хочу в Болгарию на конференцию менеджеров. Там Себенкова, Максим Кусков, там вот Оля Санатина, Айна Ардашева. Всех увижу вживую, а не только на выборах. А другая говорит, а я уже не хочу. Ты что, была в Болгарии? Не, говорит, уже хотела. И в Египет, и в Сочи. Понятна мысль. В общем, совсем скоро вы будете относиться или к одной, или ко второй категории. Или к тем, кто будет в Болгарии. Или к тем, кто будет говорить, опять хотела. Ну, что же делать сейчас? С энтузиазмом расскажите всем, кто уже зарегистрирован. Потому что им надо выполнить план в 12-м каталоге. Новичкам легче. Могут в 12-м или в 13-м начать. Выберите команду. Прям выделите команду замотивированных. Каждому под диктовку. Он рукой пишет на бумаге план. Это очень важно. Каждый сам себе пишет план. Вешает на видное место. И раз в неделю отслеживает выполнение. Вы сопровождаете. Вы наставник. Вы наставляете. Вы помогаете, если надо. Но, знаете как, и словом, и делом. Но я имею в виду, не за него там этих кюшек делаете, да? А учите его это сделать самостоятельно. Знаете, спонсоры бывают разные. Когда я говорил моим спонсорам, что у меня не в колесе, не в колесе, не в колесе, но для них было расплюнуть, подписать под меня человека и сделать на него 100 баллов. Но мои спонсоры садились со мной и делали другую работу, качественно другую. Они говорили, пиши людей, открывай телефон, открывай фотографии, фотоальбом. Это кто, это кто, это, этих звал, этих звал, этих звал, зови людей. Как научить его, как активация. Понимаете, со мной проводили качественно другую работу. Это вот очень большая разница. Делать вместо людей, и они становятся слабее и слабее с каждым каталогом. Или научить их делать, как вы. И тогда с каждым каталогом ваша команда становится сильнее, мощнее. Я понятно объяснил? А дальше очень важно, чтобы вы и ваш лидер с каждым новеньким, кто придет в 12, 13, 14 каталоге, прописывал на бумагу его план на Болгарию, разъяснял и раз в неделю на планерке сопровождал. Поставьте плюсы, у кого уже из вас есть планерки раз в неделю, с вышестоящим спонсором или уже для своей команды. У кого нету, минусы ставьте. Давайте запишем. У нас осталось не так уж много времени. Через 10 каталогов закончится квалификация на юбилейный банкет директоров. Но у кого минусы, что делать? Срочно сегодня назначить планерку. Знаете, как это делается? Вы вот выделяете своих этих активных лидеров, это не так, которых ты хочешь, а кто из них хочет, хотя бы заявляет, говорит, хочу расти, хочу в Болгарии. Потом уже отсеете тех, кто ничего не делает. И с ними первая встреча должна быть организационная. Вы должны их замотивировать. Почему важно раз в неделю встречаться на планерке? Надо выбрать один и тот же день, одно и то же время. Не вы диктуете, а они вам помогут выбрать удобное для всех. Поговорите о команде, что в стае птицы летят быстрее, чем по одному. Поговорите о том, что вы не конкуренты, а вы друзья, хотя они друг другу могут быть и параллельные ветки. И вот после этого, в назначенный день и время, будьте добры, каждую неделю. Схему планерки, знаете, о том, что было, о том, что в настоящем и о том, что будет. Для лидера раз в неделю планерка, это, знаете, возможность держать одну руку на пульсе и другую на горле. Вы вовремя можете контролировать ситуацию. И не бойтесь, если человек не выполняет условия, а условия это рост, это встречи, это новички, то можно его на время вывести из планерки. Если он опять активно заработал, пожалуйста, возвращайте его в планерку. Итак, 10 каталогов у вас осталось до банкета директоров, ну, точнее, до его квалификации. Вот смотрите, за это время надо уже 8 каталогов быть в новом звании, директоры выше. А значит, у вас есть 12, 13, 14, чтобы открыть что-то новенькое в директорской команде. А напишите, какой план у вас в 12, 13 или 14, какое звание вы запланировали открыть? Мы с Галиной Старшего Бриллиантова, а вы? Золотого. Елена, 12% это не новое звание в директорской команде. Ты чего себя так не любишь? У тебя есть еще аж 12, 13, 14 каталог. Ты такая умница, я же знаю тебя. За три каталога тебе надо открыть золотого. А для этого не на себя смотри, а на людей. Найти двоих и быстренько их вывести в директора. Да, да. Ребят, понимаете, если вы возьмете такой план, да, поднимите свою самооценку, поверите в себя. Как Алла Борисовна Пугачева сказала, если ты в себя не поверишь, то кто ж в тебя поверит? Дело в том, что до золотой квалификации ее окончание на лайнер тоже осталось 10 каталогов. Значит, в 14-м, вы слышали, надо открыть хотя бы золото. Кристина Останина, Света Кострыкина, директор хорошо, ставьте выше золото. Понимаете, где директор, там и золотой, блин, объем работы одинаковый, каждый день встречи. Но мозг работает по-разному. Директор это толпа, которая кто-то что-то сделал, у вас 7500. А золотой это два лидера. Это две ветки директорские. Это вот прям, это уже правильно, понятно говоря? Вот Алла, видишь, к маме постаралась. Итак, если вы ставите себе цель в 14-м каталоге открыть золото, вы сейчас быстро развиваете одну ветку, следом беретесь за вторую ветку, а может быть сразу две, и тогда вы точно квалифицируетесь и в Болгарию, и на банкет директоров, и на лайнер. Понятно это? Итак, каталог 14. Открыть золото. Вот жалко, я не обладаю гипнозом каким-то, да? Вот тут так бы взять вас, зазомбировать, чтобы все в 14-м золото открыли. Но тут не умею, от вас только зависит. Итак, в 14-м открыть золото, тогда автоматически все. Следом уже зима-весна, у вас будет прекрасная возможность к двум директорским группам добавить еще несколько, вывести 6 групп и открыть квалификацию на бриллиантового директора и посетить Японию, Токио в апреле 18-го года. Я понятно объяснил? Но помните, сейчас очень важно сделать много прозвонов, много встреч. Сегодня каталог 12. Он, назовем его все-таки такое, знаете, критичное плохое слово, как сказать, крайний что ли, да? Вот, если вы или ваши люди пропустите 12-й, то потом, ну, понятно, да, что уже пролетаешь с Болгарией. А я хочу, чтобы вы там были. Это, сейчас, сейчас табличка должна быть у вас распечатана или переписана, понимаете, круглосуточно под рукой. Вот прям возьмите на заметку, это очень важный момент. 12-й каталог критичный. Мне позвонила одна, наш лидер, да, растущий менеджер, по-моему, позавчера, и говорит, нет, вчера. Говорит, Сереж, ты мне скажи, вот я со своими планами не писал сделать это, и я говорю, да, еще два дня назад. Понятно? Ну, и у меня к вам вопрос. Скажите, какую нам командную цель поставить на Болгарию, на конференцию менеджеров, юбилейную, в честь 50-летия Реплейн? Ну, если на банкет мы запланировали 100 участников команды территория роста, на лайнер мы запланировали 50 квалифицированных золотых и выше, то сколько же нам ставить на конференцию? Алла предлагает от 100 человек. Ну, я для себя так понимаю, у нас сейчас 6 директорских веток, ну, а всего 12, да, еще 6 растущих менеджерских веток. Но если даже в каждой команде менеджеров по 5 человек квалифицируются, это уже 30. Если в каждой директорской команде есть, ну, давайте брать хотя бы минимум 3 работающих лидера, а их вообще больше, у каждого из них по 5 квалифицируются, это 15 точно, да? Так, и у нас получается, что директору надо 5 веток, чтобы поехать, да? А еще есть директора под директорами, и директорами погоняют. Ну, вот мне нравится цель Магомедова из Ульфии. Алла, ты понимаешь, как 100 – это, наверное, такая программа минимум, если что-то пойдет не так. Я предлагаю запланировать 300. Тем более у меня есть друзья, которые это уже выполнили со своей командой. Понятно? Значит, и мы можем. Давайте поставим такую задачу. 300 менеджеров в территории роста, участники юбилейной конференции в Болгарии. В ближайший день, два, я вам дам подробный план, хорошо, как это сделать. Но ориентир такой, если ты уже менеджер, то из твоей команды с тобой должно поехать более пяти лидеров. Понятно? В Болгарию. Более пяти. Мы знаем менеджеров, которые были 9-процентниками, а в Сочи с ними едет 10 человек из их команды. Понятно? Поэтому, вот если ты Максим Кусков менеджер, короче, пожалуйста, найди в своем окружении, может они уже в команде, может быть надо всех новых, найди пять лидеров и более. Кто согласен с таким планом, ставим плюсы? Вообще, знаете, как клево, когда вы всей командой приедете, ролики снимете, как вы в самолете, как вы вместе на пляже, на дискотеке, на семинаре. Апишетесь, какая мотивация, у вас рост будет неимоверный. Алла, ну, надеюсь, задачу выполнил. До встречи завтра в 9 утра. Целую, обнимаю. Отличного вам дня. Много новых рекрутов сегодня. И помните, что этот день уже не вернуть. Давайте в этот день сделаем максимум из того, что можно. И будь что будет. Успехов! Успехов!